Говорят, не повезет, если черный кот дорогу перейдет. А у нас наоборот. Этот кот не перейдет вам дорогу. Он будет вас ласкать, лизать, играть с вами и мило тарахтеть на ушко. Рональд так назвали волонтера этого ласкового игривого кота. В приемник он попал три месяца назад в очень истощенном состоянии. Женщина, у которой он жил, страдает деменцией, и она просто забывала его кормить. Сейчас коту примерно восемь месяцев. За время пребывания в приемнике он поправился. Шерст классница. А энергия у него, как у новенького дизельного трактора. Рональд чистоплотен. В клетке у него всегда порядок. А его игривость и мурлыканье хватит на всю семью. Черный кот. Абсолютно черный. Пусть себе в этой жизни тоже повезет. Сейчас в приемнике и на передержке у волонтеров более 50 взрослых кошек и котят. Сотрудники говорят, что в августе сравчане всегда приносят много бездомных животных. Обычно котят и щенков с дач и из подвалов. Бывает, что в приемник попадают уже взрослые кошки и собаки. Найти им новых хозяев сложнее. Если котята подкупают своей мимишностью и непосредственностью, то у взрослого животного сформировался характер. И это надо учитывать. Например, кошка Дуняша, в отличие от Рональда, ведет себя намного сдержаннее. Эта представительница кошачьих поражает своим изяществом и грациозностью. Сразу видно, что в ее родословной были породистые предки. Симметричные полоски на лапках и на спинке придутся по вкусу любому перфекционисту. Животных в приемнике много. Но это не значит, что сотрудники раздадут их первым встречным. Они их выходили, вылечили, вернули им веру в людей. Всемирный день кошек, который отмечается 8 августа, отличный повод завести домашнее животное. Но если вы захотите взять себе питомца из приемника, то будьте готовы к серьезному разговору с сотрудниками. Они должны быть уверены, что их подопечные обретут заботливых хозяев и не окажутся снова на улице.